добрый день сегодня хотел бы поделиться с вами своим ощущением я даже сам не могу точно сформулировать с чем она связана ну послушайте может быть вы поможете составить мне более четкое мнение так история которая приключилась со мной сегодня утром была следующая я шел на утреннюю молитву и проходя в синагогу увидел на лавочке сидящего мальчика лет 13 может быть 14 худенького рыженького как говорил мой папа все евреи на него похожи и вот такой вот худенький рыженький тощенький несчастненький мальчик сидит и вытирает кровь с лица с рук ну я прошел сначала потом подумал может быть ему нужна какая-то помощь и вернулся вернулся там где-то прошел 10 метров подумал что надо вернуться вернулся к нему нашел там какую-то кипу на дороге я честно говоря подумал что он подрался с кем-то его хорошо побили думаю верну ему кипу заодно спрошу таскать кто его побил может нужна помощь но в таком плане и за мной шел папаша тоже на вид человек изучающий тору такой очень приятный вроде бы вот ну как ну по всем критериям он так хорошо мило общался со своими детками что-то им рассказывал вас совершенно идиллическая картина его я возвращаюсь и вижу что вот этот шедший за мной с детьми поэтому медленнее этот папаша он остановился рядом с этим ребенком который сидит и вытирает утирает кровь выясняется что у него было просто ковротечение из носа он ни с кем не подрался кипа который я принес не его и в общем я на самом деле мы ничем не помог с другой стороны вот этот человек он им очень помог он у него была была с собой в сумке бутылка холодной воды он дал ему попить он сказал чтобы он не боялся и у его сына такое часто бывает слишком сухая погода и поэтому бывает такое что идет кровь носом он как-то успокоил этого ребенка и потом так сказать вот ребенок видно было что он очень напуганный в принципе на вид у него есть какая-то мне кажется проблема с со здоровой уверенностью в себе выглядит нездоровый это ребенок и в общем вот этот папаша ему вдруг говорят такую фразу а что ты не улыбаешься тут я на него так обратил побольше внимания он знаете из тех людей которые я их называю что им заложили какую-то программу и они ею бездумно пользуются мне кажется надо же как бы приободрить человека которому плохо и поэтому нужно ему сказать что ты не улыбаешься зачем ты грустен почему то сказать ты не понимаешь что нужно радоваться каждому дню солнцу которое светит небо которое голубое там не знаю и т.д. он сказал ему эту фразу и ну на что я ему говорю этому мужчине говорю ну тяжело сейчас улыбаться он говорит нет все и в общем как бы этот мальчик вроде как бы привел себя более меня в порядок сказал что он недалеко живет сейчас дойдет до дома в общем я пошел я подумал о чем и так что мне так помешало в этой фразе этого человека который на самом деле помог этому ребенку гораздо больше чем я я пришел просто чуть-чуть посочувствовал большом счету меня не было своей ни воды ни салфеток ним а не влажных не сухих чтобы ему единственное что я мог конечно взять ключи от машины куда-то его отвезти в поликлинику то все но вроде бы не было необходимости мне почему-то ужасно помешало вот это вот желание навязать настроение этому несчастному ребенку ну ты видишь что ему плохо ну зачем его заставлять улыбаться вы скажете что ты продираешься мендель вообще как бы чем ты говоришь человек реально помог ему дал ему эту холодной воды дал ему попить поддержал его в сложной ситуации хотел этим еще стаканчик воды оставил своих детей на смысле они стали рядом с ним он себя повел как настоящий добрый человек все так все вы абсолютно правы но почему-то мне вот кажется что он должен был дождаться когда этот мальчик сам улыбнется скажет ему спасибо не заставлять его улыбаться через силу сейчас себе он не смог улыбнуться не заставлять его поменять настроение искусственно сделай все вокруг чтобы у него настроение поменялось вот мне иногда очень мешает вот это вот искусственность восприятия ситуации когда человек услышанную информацию не пропускает через глубокий какой-то анализ себя ситуации подходит не подходит а просто стреляет заученными фразами какими-то мне почему-то это очень мешает вы скажете кто сказал что в принципе на вас нас интересует настрой настрой интересует геморраг в трактате баба батра говорит что человек который дает дзаку другому человеку он получает 6 благословений дзаку помогает ему финансово но если он его мефаез бедворим то есть он его словами успокаивает он получает 11 благословений то есть вот как мы сказали как мы отнеслись к человеку который получает от нас помощь это добавляет нам еще пять благословений понимаете даже в геморре не факт что он давал ему денежную помощь возможно давал ему только помощь поддержку словами надо разобраться дал ему денежную поддержку вместе с финансовой и вместе с психологической поддержкой или только финансовую поддержку нам удал а психологическую него разбираться в геморре но в любом случае даже если это так это 5 дополнительно благословений почему потому что вот эта чуткость это вот умение понять человека поменять ему настроение поддержать его она не менее важна чем сама вот это вот физическая или материальная помощь а когда он чувствует что ты вторгаешься к нему вот это вот мне кажется это какое-то непонимание что человек может быть я не прав еще раз я сам таскать как бы обращаюсь к вам что вы думаете по этому вопросу вот такой блог на такую тему неоднозначно спасибо большое